И снова дневной разворот. Снова здравствуйте. А снова здравствуйте. Мы потихонечку отходим от темы животных, увлекательной темы, интересной. Нет, мы сейчас пока... Был перерыв, мы хохотали. И Сергей Геннадьевич Черков, который был у нас в эфире, он пояснил, что зайчиха, которая вот гончая загнала, она прыгнула и укусила в переднюю лапу. И собака загрещала и, по-моему, даже убежала, насколько я поняла. Вот, действительно, была такая байка такая, знаете. Интересно, собака еще ходила после того случая в лес или все? Это навсегда у нее такая психологическая травма. Ой, у меня психологическая травма, я больше не буду охотиться. Нет, это все животные, они, вы знаете, как-то по молодости я спорила о том, думают животные или нет. Я была уверена, что они думают. Я до сих пор уверена, что они думают, знаю наверняка. Вот у меня, допустим, в пятницу прооперировали одну из собак моих, и он полностью отошел от наркоза, и ему в воскресенье стало больно, и стало тяжело. И он плачет, и вот легли спать, и я периодически просыпалась и видела, как мои собаки, вот, прооперировали собаку, которая принадлежит моей дочери, вот, я видела, как мои собаки грели его, вот, вокруг него клубочками свелись, явно грели маленького Джаггера, чтобы он не плакал. Вот, сострадание, кто научил, кто заставил, вот, обогревать, жалеть, вот, то есть, такое, мне его жалко до слез, он плачет, ему больно, вот, а эти вот его, как бы, любят. Ну, мне хочется надеяться, что это, вот, вообще у животных, да, такое, на уровне инстинктов, на уровне генов, вот, какое-то сострадание помочь. Инстинкт, инстинкт не предусматривает никакого сострадания. Есть одна история, связанная с инстинктом, это материнство, это матери сострадают детям, так никаких состраданий не бывает в животном мире, якобы не должно быть на уровне инстинкта. Но если это приходит, значит, они ведь до этого додумались. Вот, я уверена, что животные думают. Ну, то есть, мы посмеялись, да. Хорошая была, добрая очень тема, связанная с животными, и самое главное, что она была крайне познавательная. А сейчас у нас тема не менее интересная, но мы так, знаете, у нас такой резкий переход, мы от животного мира уходим... Абсолютно разные сферы, да. Абсолютно разные сферы, мы фактически выходим в политику, мы выходим на тему, как сделать чиновников, как сделать думу, как сделать все, чтобы вот наши думы, те, которые как бы слуги народа, и даже некоторые из них нами избранные, как они реально работают на нас, как они реально работают на нашу пользу. Для нас они работают. Вторая тема сегодняшнего часа. Мы говорим о том, что есть предложение транслировать заседание городской думы в онлайне. То есть, включил компьютер, сидишь, смотришь. У меня очень много вопросов по этой теме. Меня интересует и ценообразование, сколько это будет стоить, и насколько народу интересно это, я имею в виду не только смешников. Простым людям, да. И насколько интересно это простым людям, я уже не говорю, что сотрудники газет, там, телевидения, ну, все, фактически, радищики будут обязательно смотреть. Вот. Для меня всегда было очень сложно вырвать значительное количество часов из своей жизни, то есть сидеть на заседании, и всегда так случалось, что самые интересные вопросы были в конце. Это фактически ты теряешь целый день для того, чтобы дождаться чего-то. А тут включил компьютер, и совершенно нормально. Ты смотришь, акцентируешься на темах, которые интересны тебе непосредственно. Вот. Меня беспокоит вопрос, будет ли это интересно нашим горожанам. Собственно, этот вопрос мы вам и задаем. Звоните нам, высказывайтесь. Да. Будете ли вы смотреть онлайн заседание городской думы по всем вопросам, которые там обсуждаются сегодня-завтра. Звоните 708-502-708-502 и номер для СМС 8909-720-101 и 0. Ну что ж, а мы уже дозвонились. Да, мы дозвонились до человека, который, собственно говоря, и предложил, внес предложение в городскую думу о том, чтобы транслировать ее онлайн. У нас на связи Антон Русских, депутат Кировской городской думы от Справедливой России. Антон Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Мы знаем, что вы сейчас далеко от нас, далеко от нашего города, за пределами России. Вы находитесь, и слава богу, что вы нашли время с нами поговорить. Антон Михайлович, скажите, как пришло в голову вот это сделать предложение, то есть транслировать онлайн? Как отреагировали думские заседатели на ваши предложения? Что вы сами по этому поводу думаете? Пожалуйста. Ну, на самом деле, такой опыт уже в Кировской области есть, в законодательных собраниях в Кировской области. И правительство. В онлайн-режиме все свои заседания. То есть любой человек, у которого есть доступ к интернету, может посмотреть заседания в прямом эфире. Ну, то есть те вопросы, которые ему интересны, как они обсуждаются, какие решения принимаются, чтобы увидеть самому, уже не ориентируясь на слухи, сплетни и журналистские материалы, зачастую, когда мнение там... Ну, сквозит более... Через чьи-то руки уже. Сквозит более мнение журналиста, особенного ангажированного. Ну, да. То есть человек, если у него есть такое желание, там имеет полное право посмотреть заседание Кировской городской думы и сделать свое мнение как бы по тому или иному вопросу, увидеть те или иные высказывания, и чтобы у него сложилось свое мнение по поводу того или иного вопроса. Вот. Я предложил это на позапрошлом заседании, а на позапрошлом заседании я как бы снова задал этот вопрос, на что получил вполне там разумный ответ о том, что в течение там ближайшего времени будет заменено оборудование в зале заседаний, соответственно, которое позволит уже организовать это. Антон Михайлович, у меня к вам вот какой вопрос. Вы смотрите, достаточно активно в этом году обсуждалась процедура, я скажу так, попадания на заседание Городской думы, связанная с осложнениями. То есть теперь обязательно нужно зарегистрироваться и заранее, и обыкновенным людям, а тем более представителям СМИ, то есть попадать на заседание Городской думы стало гораздо сложнее, напряжнее и проблемнее. Зачем это сделано, мы не очень поняли. Ну, разве что в целях какой-то безопасности, но бог с ним, это как бы не объяснение. И в связи с этим у меня возникает вопрос. Хорошо, мы сейчас и представители СМИ, и обыкновенные горожане, мы получим доступ, прямой доступ к заседаниям Городской думы. И когда ты находишься на заседании, когда ты находишься на думе, когда человек обыкновенный находится на заседании думы, есть возможность какой-то реакции, то есть есть возможность сформулировать вопрос и задать этот вопрос. Скажите, пожалуйста, вы обдумывали ли тему? Мы смотрим онлайн, да? Есть ли возможность онлайн задать вопросы? Первый мой вопрос, допустим, я сижу, увидела, у меня возник вопрос, я задаю онлайн, будет ли такая возможность? И насколько гарантированно, я получу ответ прямо на заседании или позже заседания? То есть вот обратная связь. Мы сейчас говорим об обратной связи. Говорили ли вы об этом? Нет, вы понимаете, что тут существует техническая проблема по поводу вопросов следствия. В онлайн-режиме, я думаю, что это сделать практически невозможно. Основная цель онлайн-трансляции заключается в том, чтобы люди получили достанерную информацию. А дальше уже в рабочем режиме общались с депутатами, с прессой и так далее и тому подобное, задавали свои вопросы. И вот про что вы говорили, о том, что там существует на сегодняшний день какая-то определенная проблема с попаданием на... На заседание. На заседание Кировской городской думы, да. То есть вопрос там автоматически отпадает, то есть никакой проблемы нет. Вы можете, не приходя на заседание, смотреть в офисе дома, где угодно. Нет, я абсолютно согласна. То есть для меня, когда ты теряешь несколько часов безозвратно для того, чтобы присутствовать на определенной теме, которую обсуждают и которая для меня интересна, если она особенно жиреная, как правило, еще встают и говорят журналистам выйти по непонятным причинам. Да, я вот включилась, сижу, я продолжаю работать, я продолжаю, допустим, писать текст. И в это время я дожидаюсь вопроса, который меня интересует, и в то же время ловлю некоторые акценты там, то, что делается, да, на заседании. С этим понятно. Антон Михайлович, вопрос не самый приятный. Скажите, пожалуйста, насколько будет гарантирована полная трансляция заседания? А, знаете, а вдруг так, раз в интересах, знаете, как говорят в полиции, да, в интересах следствия мы прекращаем трансляцию. Чтобы не выносить. Чтобы, да, не выносить. Вся вот, есть гарантия, что будет от начала и до конца трансляция, или по мере желания руководства или депутатов мы не будем получать доступ. Понятно, о чем. Говорю, взяли, отключили, спасибо, до свидания, нами принято решение. Я понимаю, то есть, я там не помню, чтобы такого было на заседании законодательного собрания, как бы, если это было, то вы мне поправите. Но я считаю, что нет таких вопросов, которые могли бы, там, быть отключены из онлайн-трансляции. Как бы, мы, там, должны быть публичные, мы должны быть открыты. Люди должны знать, какие решения принимает Кировская городская дума, как депутаты высказываются на ту или иную тему, ну и, конечно, как они голосуют. Антон Михайлович, подождите, то, что вы говорите, это правильно, это в свете закона, это в рамках, которые, как бы, должны существовать. Но чего греха таить, каждый журналист знает, как встает председательствующий и говорит, журналисты, покиньте, этот вопрос не для вас. Пытаешься сопротивляться, на каком основании тебя просто выводят. Тебя просто выводят. Вот, возможно, такая ситуация, взяли, отключились. Что-то будете предпринимать? То есть будут какие-то договорные? Нет, я считаю, что, там, у говорящего в таком тоне, как бы, и такие тезисы, депутат, либо, там, руководитель, там, думы, либо комитета должен обосновать, как бы, почему это происходит, как бы, то есть, и это должны быть веские аргументы, как бы, для искрения того или иного вопроса в онлайн-трансляции. На уровне гостайны, что, фактически, на городской думе невозможно? Ну, я, там, считаю, что, там, у депутатов Кировской городской думы, ну, практически нет таких вопросов, которые подпадают под гостайну, как говорят. В том-то и дело, да. На народный избранник, почему народный избранник может, как бы, там, быть информирован? Мы не давали ни подписку, у нас нет ни допусков, ничего остального. То есть, мы являемся точно такими гражданами города Кирова, как и, там, все остальные. Ну, то есть, мы сейчас говорим... Нам делегирована определенная полномочия, но вопрос заключается в том, что, там, это не значит, что мы должны ограничивать информацию, там, граждан. Понятно. То есть, мы сейчас говорим о том, я приведу довольно известный всем пример, особенно журналистам, о том, что чиновникам, допустим, это касается медиков, это касается иных структур, совершенно под роспись запрещено общаться через прессы. И если ты хочешь получить какую-то информацию, у тебя должны быть свои собственные персональные друзья для того, чтобы узнать то, что скрыто за дверями департаментов и управлений. Скажите, пожалуйста, вы, как представитель оппозиционного блока, такое случись. Оппозиция будет выступать против? Или, все-таки, мы с вами уже очертили круг того, что на Городской Думе маловероятно обсуждение каких-то таких уже секретных вопросов, что не может быть известно всему городу. Это все-таки Городская Дума, это избранники, и решают они вопросы в нашу пользу или не в нашу пользу. То есть будет ли оппозиция диктовать как-то, что это должна продолжиться? Обязательно должны люди услышать, да. Давайте скажем так, я считаю, что таких вопросов... То есть такого не будет, да? Да, к сожалению, да, вот прервалась связь. Да, к сожалению, связь прервалась. Будем пытаться снова? Нет, мы не будем пытаться снова. Мы достаточно много услышали от Антона Михайловича, напоминаю, что у нас был на связи депутат Кировской Городской Думы от «Справедливая Россия» Антон Русских. Ну что ж, я услышала от него все, что хотела, собственно говоря, услышать. Но почему-то я готова поспорить, что некие острые вопросы. Все-таки, если не по требованию руководства Думы или комиссии будет прерываться трансляция, то, я думаю, что найдут возможность по техническим причинам. Я могу поспорить. Я говорю, будет прервываться. Знаете, цветочком заставить звук отключить. Да, звук отключить. Ой-ой-ой, сломалось. Ну, кстати, по поводу... Подождите, у нас на связи. У нас продолжается... Алло. Да. Алло. Антон Михайлович у нас там. Ой, слушайте, с вами как быстро связались. Да, Антон Михайлович, продолжаем. Продолжаем беседу. Хотя, в принципе, мы достаточно хорошо обсудили этот вопрос. То есть еще раз проговорите. Я закончу, да. Вопрос заключается в том, что я не представляю тех вопросов, которые были бы секретны для граждан. Мы не давали никаких расписок, никаких обещаний о том, что мы не будем на эту тему дискутировать. Мы готовы любой вопрос, подчеркиваю, любой обсуждать в открытом режиме. Ну что ж... Антон Михайлович, скажите, пожалуйста, уже какая-то есть предварительная сумма, во сколько обойдется этот проект? Да, ориентировочно. На ваш взгляд, стоимость проекта, знаете ли вы об этом? Алло? Алло, ну что ж, вот, к сожалению, да, связь пропала. Этот вопрос мы еще зададим. Мы зададим, у нас будет возможность поговорить о цене вопроса. Ну, к сожалению, да, связь такая. Антон Михайлович находится за границей, но мы широко рассмотрели эту тему, все, что мог сказать Антон Михайлович, то есть представитель справоросов. Это интересно и хорошо. Ну что ж, давайте будем пытаться связаться со следующим представителем. Ну, кстати, вот насчет этой возможности, обратная связь, когда зрители, да, посетители сайта смогут задавать вопросы, по-моему, сейчас технически все возможно сделать. Вот единственный вопрос, который я не успела задать Антона Михайловича, это была невозможность, как бы, обратной связи. Это просто не обсуждалось или это какие-то технические характеристики? На мой взгляд, по техническим характеристикам обратная связь возможна. Все возможно сейчас, да. Связываться можно, я думаю, что это бы было очень интересно. Мне вчера рассказывали историю о том, как подобная связь осуществляется в европейских странах. Там выкладывается на сайт администрации все вплоть до частной переписки. Вот, и можно задать любой абсолютно вопрос, причем человек, который задает вопрос, совершенно не обязан представляться достаточно наличия почтового ящика. Вот, то есть там, где действительно открыто, там, где действительно для народа, я думаю, что это очень хорошо, и вот это действительно ведет к демократии, действительно ведет к нужному пути развития. Но нужный это, я подчеркиваю, это мой взгляд. Наверное, многие мой взгляд не разделяют. Так вот другой вопрос, как, собственно, депутаты будут совмещать свою повестку дня и ответы на вопросы? Вы знаете, для этого... А вы когда-нибудь были на Думе? Нет, к сожалению. А я бывала. И, вы знаете, две трети дремлющих лиц, скучающих лиц, тихонько между собой беседующих на отвлеченные темы. Собственно говоря, вы знаете, никакого особенного рувения пламени в глазах у всех депутатов городской думы я не видела. Два-три человека. Все остальные совершенно индифферентные позиции. Ну, я давненько не была на Думе. Может быть, что-то изменилось? Я сомневаюсь. То есть я иногда все-таки смотрю кадры, я все-таки иногда смотрю по новостям и вижу, как тихонечко дремали, так тихонечко и подремывают. А, возможно, зная о том, что за ними наблюдают, они как-то так приободрятся? Да, вы знаете, читая книгу очень давно, в раннем детстве, читая книгу, в конце концов, это о Нюрнбергском процессе, там была история о том, как один из журналистов умудрился купить очки, которые, если ты смотришь на человека, они как бы показывали глаза. И все время вот этот человек на процессе умудрялся спать. Причем вот, когда на него смотрят, у него глаза были открыты, он был очень внимательный. И однажды над ним пошутили собратья, и его не разбудили после прекращения процесса, и он остался досыпать. И когда его уже уборщики потревожили, он вскочил с криками, с открытыми глазами. То есть, ну, представляете, подходит человек, который выбирает зал судебных заседаний. Человек сидит напряженно, смотрит в пустоту. Его разбудили, он с криками про мерзавцев и негодяев. В общем, был такой легкий внутренний конфуз. Может быть, нашим депутатам такие же очки. Ну, мне вспомнилась вот эта легендарная шутка. Очки надо? Да. Далее у нас на связи Алексей Шутов, депутат Кировской городской думы, фракции «Единая Россия». Давайте с ним тоже поговорим по поводу этой инициативы. Алексей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей Владимирович. Ваше мнение, ваши ощущения и ваше восприятие. Вот того, что было предложено представителям «Справедливой России» Антоном Русских, это о трансляции думского заседания онлайн. Ваше мнение, мнение «Справедливой России» по этому поводу? Единый, простите, Сергей. О «Единой России», о необходимости или наоборот? Или вот что думает «Единая Россия» по этому поводу? Да, действительно, я слышал, что Антон Русских на последнем заседании думы вопрос-то отозвучил. Но, в общем-то, наверное, авторство трудно ему приписывать, потому что, в общем-то, вопрос о трансляции включался и в тех задания по обустройству нового зала заседания Кировской городской думы. И там такая техническая возможность предусматривалась изначально при проектировании этого помещения. Я, безусловно, за то, чтобы в скорейшем времени обеспечить трансляцию заседаний, так как считаю, что это обеспечит еще большую открытость, прозрачность, публичность деятельности выборного органа. Ну, обеспечит, обеспечит. А будет ли вас требовано? Будут ли люди смотреть, как вы думаете? Вот на ваш взгляд, да. То есть мы сегодня уже говорили о том, что представители СМИ, то есть СМИшники, несомненно, будут смотреть, особенно те, где распределены роли. То есть в одном издании городской думы занимается, допустим, только этот журналист. Это достаточно удобно, чтобы не распылять силы. Скажите, пожалуйста, журналисты, да, определенно будет внимание. Как вы думаете, горожане будут смотреть? Вы знаете, здесь вопрос-то о том, что это, конечно же, не, как сказать-то, не сериал какой-то, да, который имеет захватывающий сюжет. Нет, ну, они, конечно, не родились красивые. По популярности заседания они побьют все рекорды. Хотя иногда бывает весьма интересно, согласитесь со мной. Да, конечно, я, да. Вот, тем не менее, действительно, так, человеку особо не посвященном, возможно, заседания думы покажутся таким мероприятием рутинным и незрелищным. Но вопрос тут стоит об обеспечении технической возможности это делать. И я так понимаю, что это не такое сложное мероприятие и не такое затратное, которое требовало бы каких-то там денег из бюджета дополнительных. То есть, ну, надо решить технические вопросы, и в дальнейшем это будет обеспечено. Обеспечено. И все. А вопрос-то именно заключается в том, что, если ты хочешь, включай и смотри. В прямом эфире или в записи, там, ну, и так, и так, мне кажется, должно быть. Понятно. То есть, насколько я понимаю, Единая Россия за двумя руками для того, чтобы заседания Городомы транслировались онлайн. Конечно. Тот вопрос, вот, к которому как-то не пришли к консенсусу, значит, с Антоном Михайловичем, у нас сейчас далеко находится не очень хорошая связь, я переадресую вам. Скажите, пожалуйста, обратная связь, возможность налаживания обратной связи. Я смотрю, у меня возникает вопрос, я тут же переадресую вопрос Думе. Либо руководству Думы, либо руководству комитетов, либо персонально какому-то депутату, который либо выступал, либо, значит, тихонько дремлет. Насколько это возможно? Вот Дмитрий Михайлович сказал, что это невозможно. Вот невозможно на данном этапе? Это не обсуждается? Или это технически невозможно пока для вас? Ну, что касается обратной связи, то мы уже, по-моему, в прошлом и позапрошлом году вносили поправки в регламент работы аппарата Думы, в том числе касаемо возможности электронных обращений и ответов на них. Поэтому уже европейский опыт, как вы сказали, что достаточно указывать адрес электронной почты, он уже внедрен, но так в качестве анекдота, вы знаете, у многих такие адреса интересные, поэтому приходит сообщение, например, с электронного ящика мурзик-75-собакамейл.ру. Поэтому, естественно, отвечает аппарат Думы, там, также. Уважаемый мурзик-75-собакамейл.ру. Ну, господи, когда мурзик-77 обращается в городскую Думу своим вопросом, он наверняка подозревает, что он получит и ответ. Уважаемый мурзик-77, если человеку это нравится, что его ассоциируют там с усатым-полосатым существом, то, собственно говоря, а почему нет? Ну, почему нет, поэтому такая практика существует, и я смею вас уверить, что ни одно из электронных обращений на... На сайт городской Думы, да? Да, в городскую Думу или в городскую администрацию не остается без ответа. То есть, причем нарушение этих сроков достаточно жестко контролируется, ну, в том числе и надзирающим органам. Это регламентируется, да, все. Вы знаете, я, собственно говоря, сейчас... Вот, собственно, мурзик-77, у меня вызвало смех. Почему? Знаете, старый-старый анекдот по поводу того, что профессор и студент встречаются, и, значит, студент здоровается, говорит, здравствуйте, товарищ профессор. Профессор говорит, гусь вине не товарищ. Ну, и студент в ответ, ну, я тогда вроде и полетел. Это, значит, по поводу мурзиков. Ну, опять же, как вы яхту назовете, да, так она и поплывет. Ну, увы, вот такие побочные эффекции. Ну, да, надеюсь, ответ мурзику будет не составлен из мяу-мяу, там чего-нибудь, а все-таки... Я просто хотел сказать еще, что вот введение прямой трансляции заседаний Думы, это здорово, но, конечно же, основная работа над проектами решений идет на заседаниях комиссий. Причем там многие документы претерпевают и многочисленные изменения. Там работа основная. И зачастую вот уже на заседаниях Думы депутаты, которые, ну, обязаны, но не принимали участие работы комиссии, задают, ну, вопросы, которые, ну, показывают, что депутат явно не в теме. Ну, это его проблема, а он обязан быть в теме. Насколько я понимаю, рассылается им решение комиссии? Абсолютно верно. Это показатель неработы депутатов. И проекты по комиссиям, и проекты документов, которые выносятся на рассмотрение Думы. Поэтому, ну, зависит, конечно же, от качества работы каждого конкретного человека. И еще момент касается того, что, ну, предположения могут быть о том, что вот эта прямая трансляция будет использоваться не для, ну, собственно, не для дела, а для того, чтобы, там, себя родного, вот, засветить, там, правдами или неправдами в эфире, вот, чтоб там не забывали, или чтоб вот как-то там... Ну, конечно, известный депутат пришел сегодня на Думу в бикини. Нормально, совершенно нет. Вы знаете, когда-то ведь надоест, потому что Дума, это все-таки рабочее мероприятие, и если, знаете, вместо горлопанам и так далее, народ ведь очень быстро определится, да, кого нужно слушать, кого не нужно слушать. Я надеюсь. Поэтому я думаю, что не стоит воспринимать прямую трансляцию, что сейчас посмотрим, что-то там вот... Компрометирующее найдем. Да, компрометирующее, или вот там сейчас будет какая-то жареха. Все-таки это не то место, да. Жареха — это грибы. Ну что ж, спасибо вам большое. Мы услышали представителей «Единой России», депутата Кировской городской думы, Алексея Шутова. Сейчас у нас небольшой перерыв, и мы вернемся буквально несколько секунд. Обязательно. Давайте еще раз озвучим наши номера. Есть еще время. У вас дозвонится нам 708-502, и номер для СМС 8909-720-101-0. Говорим мы по-прежнему о том, что, возможно, в ближайшей перспективе в интернете мы сможем смотреть на то, как проходит заседание городской думы. То есть мы сегодня говорим об одном. Мы говорим, что это обязательно надо, мы говорим, что это очень незначимо, и мы говорим о том, что это интересно. А те, кто с той стороны эфира. Но по предварительным данным мы потом, конечно, зададим более предметный вопрос. То есть содержание вот этих вот онлайновых вот этих вот сервисей обойдется городской казне 100 тысяч рублей в месяц. Ну, это вот по примеру ЗАГС собрания, да, областного? Правда, я не очень понимаю, почему заседание одно в месяц, что значит 100 тысяч рублей, почему так? Давайте как бы мы хотим услышать наших радиослушателей, их мнение, нужно ли это, и будут ли они это смотреть, будут ли они смотреть заседание. Потому что мы как-то вот с вами все взяли вместе и сказали, да, надо. А вот те, кто нас слушает, как вот они думают по этому поводу, 708-502 у нас есть звонок. Оказывайтесь, да. Сейчас у нас на связи Валерий Турула, депутат ЗАГС собрания Кировской области, председатель комитета по экономическому развитию, промышленности, торговле и предпринимательству. Чего греха таить с Валерием Николаевичем? Я обожаю разговаривать, потому что всегда совершенно неожиданные вещи, совершенно иной ракурс разговора он задает. Валерий Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Рады вас слышать. Скажите, пожалуйста, ваше мнение о трансляции заседания Городской Думы в онлайн-режиме. Обращаюсь к вам не просто, я обращаюсь к вам сегодня не как к представителю законодательного собрания, а как к человеку, который несколько созывов был в Городской Думе. Да, как к депутату Городской Думы. Как к бывшему депутату Городской Думы, который знает ситуацию изнутри. И точно так же, как я, прекрасно знает, что некоторые вопросы Дума предпочитает обсуждать за закрытыми совершенно дверями, и невозможно узнать, что же там происходило. Только слухи. Вот такой у меня вопрос к вам. Как вы считаете, надо это или не надо? Ну, мне кажется, однозначный ответ. Конечно, надо, потому что, если мы говорим хоть о каком-то видении демократии, то хотя бы люди должны представлять, что, о чем говорится. Ведь на сегодняшний день элемент недоверия Городской Думе, как к законодательному собранию, связанным именно с тем, что осуществляется манипуляция с информацией, и говорят порой об одном, а принимаются решения совершенно другие. И потом крайнего найти в этом вопросе практически невозможно. Я позволю себе напомнить историю. Недавняя история с Парком Победы. Нас убеждали. Категорично горячо и жарко нам говорили. Это сопредельная территория, это с зоопарком Победы. До тех пор, пока в апреле этого года не были выложены документы, где четко говорилось, что все-таки оттяпали кусок от Парка Победы. То есть вот именно такие трансляции помогут узнать наверняка, да? Да, да, да. То есть общественное мнение, оно будет уже сформировано, и обмануть и передернуть, конечно, будет абсолютно невозможно. Хотя я вижу здесь элемент определенной угрозы. Он связан с тем, что именно вот этот вот режим прямого эфира, он позволит, ну, изощряться, может быть, даже в предпочтении той или другой информации, и будет вызывать неоднозначную, скажем, информацию в режиме онлайн по отношению к тому или другому событию, и будут прямые передергивания, манипуляции общественного сознания. Поэтому здесь... Валерий Николаевич, простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста, я вас прерву. Я дважды зацепилась за слова «обмануть и передернуть». Я знаю эти слова, и я понимаю, что, допустим, люди обманывают и передергивают. Но когда говорится в отношении депутатов Городской Думы, в отношении наших избранников, тех, которых мы, это самое, обмануть и передернуть, мне эти слова режут слух. Скажите, пожалуйста, что вы имели в виду? Пожалуйста. Я считаю, что депутаты, они с точки зрения, ну, профессионализма, скажем, в анализе той или другой информации в режиме онлайн, они не всегда подготовлены. Да это не их, в конце концов, задача, они должны принимать решения в соответствии с информацией снизу. И когда им подсовывают ту или другую информацию, не проработанную, они, по сути, знакомятся там, прямо на заседании. В спешке, да. Вот здесь и начинаются самые интересные игры. А в режиме онлайна, кто смотрит, он вообще и этой информации не имеет. И поэтому может сложиться и ситуация, когда будет, по сути дела, сформировано ложное общественное мнение. Если эта информация отсутствует, она не вывешена нигде. А вы знаете, для думающих людей, по-моему, это интересно. Зацепился за информацию и не понял с одного раза, потом же будет выкладываться в записи. Посмотри еще три раза. И я думаю, что либо вопросов появится больше, либо они снимутся. Вот, вы правильно говорите. Это история для думающих людей. Да, да. Если мы и говорим тогда о процессе режима онлайн, то должна быть отработана и система, чтобы за 3-5 дней информация предварительного характера, она все же вывешивалась где-то на сайте или где-то, чтобы люди могли абсолютно быть подготовлены к этому. Вникали в тему, да. И у меня к вам, к человеку, который представляет оппозицию, у меня вопрос. Вы сами прекрасно знаете и оспаривать не будете. Как часто в былые времена журналистов удаляли заседание городской думы без объяснения причин, мы пытались там что-то как-то настаивать, что это незаконно, но нас удаляли в каких-то неопределенных интересах. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, возможно ли при начале трансляции ну просто отключаться, либо потому что это в интересах, допустим, думы, или по техническим причинам? Как вы думаете, такое возможно или нет? Я думаю, что абсолютно возможно. Это уже тактика, оперативное искусство подготовки к тому или другому заседанию, когда внезапно свет пропадет или еще что-то такое, и потом еще трансляет. Это уже продолжение нашего разговора, что такое искусство манипулировать и так далее. Да, искусство манипулирования обманом. Я даже не сомневаюсь в этом. Самое чудовищное в том, что вы произнесли, что слова манипулирования, обман и передергивания все-таки относятся к депутатскому корпусу. Это ужасно. Ну что ж, я очень рада была вас услышать. Я очень рада, что вы совершенно четко поняли, о чем я говорю. Я надеюсь, что нас и поняли наши радиослушатели. У нас на связи был Валерий Николаевич Турул, депутат Законодательного собрания Кировской области. И напоминаю, что наши вопросы были связаны непосредственно с тем, что несколько раз он избирался депутатом городской думы, и все, что там происходит внутри, господин Турул знает наверняка. Ну что ж, у нас есть еще буквально полторы-две минуты. Мы пытаемся связаться с человеком и задать ему... Тоже с представителем Законодательного собрания. Да, задать один единственный вопрос, который у нас остался на этом этапе. Мы работаем с опережением новостей. Мы хотим узнать цену вопроса, во сколько это обойдется. Потому что для меня, для меня, вот то, что я увидела, 100 тысяч в месяц, мне кажется, это хорошая сумма. Владимир Валентинович Еговкин у нас. Все-таки ежегодно. Или речь идет о каждый год 100 тысяч рублей. О ежегодности? Хорошо. Владимир Валентинович Еговкин, председатель комитета по регламенту депутатской этики, реализации депутатских полномочий и информационной политики Законодательного собрания Кировской области. Здравствуйте, Владимир Валентинович. Добрый день. У нас осталось буквально две минуты. И к вам единственный вопрос. Скажите, пожалуйста, цена вопроса. Организация у нас, трансляции. Организации, трансляции и так далее. Насколько я знаю по законодательному собранию, у нас законодательный собрание с января 2010 года, это уже осуществляется 60-70 тысяч ежегодно. А, 60-70 тысяч ежегодно. Не в месяц. То есть, подождите, я думаю, что для такого полезного дела можно разговариваться. Безусловно, это не такие уж большие деньги, а пользы гораздо больше. Нет, но если... То есть в месяц где-то 5-6 тысяч рублей, да? Ну, если сравнить, да, сколько стоят никому ненужные земли в районе нового строительства, то это да, это, конечно, крохи. Спасибо вам. Да, кстати, у нас к вам еще вопрос один технический, да или нет. Как вы считаете, возможно ли наладить обратную связь, так, чтобы человек, смотрящий онлайн-трансляцию, мог задать вопрос? Это технически возможно на сегодняшнем этапе? Безусловно, это теоретически и технически, скорее всего, возможно. Возможно. Но вот сейчас, опять же, по законодательному собранию связь существует уже после того, как человек посмотрел, и он на сайт выходит, задает вопросы. Оставляет свои координаты и потом получает ответ, да? Да, да, да. Хорошо. Поэтому можно... Конечно, можно. В ходе заседания вопросы тоже непросто задать, если, как говорится, не имеешь полномочий. Ну да, я как раз говорю о том, чтобы обеспечить обратную связь. Спасибо большое. Спасибо. Вы нас просветили. У нас на связи был Владимир Яговкин, депутат законодательного собрания Кировской области. Ну что ж. Ну что ж, пора нам все-таки уже прощаться. Мы уходим, спасибо, до свидания. До среды, Елена Овчинникова, Владимир Сметанин. По трансляции онлайн заседание городской думы было интересно. Прощаемся, но не навсегда. До среды. До свидания.